Три девушки, три взгляда на жизнь. Живописец Наталья Мерзлякова, график Наталья Хожайлова и мастер декоративно-прикладного искусства Юлия Синожатская. Они вступили в Творческий союз художников России. Новый статус, новые пробы пера на выставке молодых. Там специальный выставком проходит, принадлежит свои лучшие работы, неограниченное количество, которые, как бы, сам считаю, что их стоит показать, выставить, обсудить. И члены выставочного комитета решают, берут они тебя или нет. Это весной, в апреле был прием Творческий союз художников, и вот три как раз новых члены выставляют сегодня свои работы. Картины Натальи Мерзляковой на первый взгляд напоминают ребус. Из множества мазков маслом складываются очертания 11 героев, каждый из которых символизирует человеческий порог. Лень, зависть, трусость – все они окружают жабу, повелительницу зависти. Гимн счастья и радости поет полотна Натальи Хожайловой. Она училась на графика, а сейчас пробует себя в акварели. У меня разная техника исполнения, но в основном это графика. Хотя, как бы, я и маслом писала, в общем, знакома с акрилом, и настенные росписи у меня есть тоже такие. Может быть, немного любительские, но тем не менее есть. Вот, но в основном меня, конечно, графика привлекает, а в последнее время акварель. Юлия Синожацкая тоже начинала с графики. Эти навыки помогают при создании эскизов для авторских украшений. Колье, серги и диадемы скрывают многовековые тайны полудрагоценных камней. Жиода, аммонит, яшма оплетены бисером и конетелью. Святая в спираль проволока делится на звенья, в которые затем вдевается ювелирная нить, прочная и абсолютно незаметная. Самое последнее колье – это колье «Степная птица». Там я применяла много материала для меня, это канетель. В основном она известна в вышивке мундиров военных и церковной одежде. Вот я решила тоже применить ее и попробовать. Очень красиво и эффектно смотрится. Маленький шаг в мир большого искусства сделан. Выставка молодых открыта до 3 декабря. Татьяна Пецина, Виктор Соколов, программа «Утро губернии».